Ну привет, милые зрители! В эфире первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Город утопает в лужах, ломаются светофоры, мэр получает реальный срок, пожарные тушат несуществующий пожар, а столицу переносят прямо к нам. Ну то есть обычный понедельник в Кирове. Это субъективный взгляд на события этого дня, по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Сегодня кировчане вспомнили, каким бывает Киров весной. Ну то есть грязным и залитым огромными лужами. Плюсовая температура растопила результат воскресного снегопада и добавила водички на дорогах. Ливневки оказались забиты льдом, поэтому везде моря где-то больше, где-то меньше. На улице, например, Ленинградской, чтобы перейти дорогу по перешходному переходу, людям нужно сначала пробраться сквозь узкую тропинку. А на улице Ленина проще сразу выходить на дорогу и не мучиться. Пешеходную дорожку ведь полностью затопило. Огромную грязную лужу приходится обходить либо по проезжей части, либо по сугробам. Производим работы по спуску воды в низких местах. Сейчас у нас порядка трех бригад работают на уличной дорожной сети. По очистке ливневых решеток, спуску воды и отвода талых вод, которые сейчас у нас на уличной дорожной сети находятся. Спустись за день в воду на самых проблемных участках ГДМС явно не успеет. Снег тает быстрее, чем работает подрядчик. Да и впереди новая проблема. Нужно готовиться к заморозкам. Уже во вторник обещают минус 7 градусов. То есть тротуары завтра покроются льдом. Новые светофоры устали работать. Сегодня на нескольких перекрестках регулировщики вышли из строя. В пробках люди стояли на перекрестках Воровского-Солнечное, Воровского-Хлебозаводской проезд, Октябрьский проспект, Карломаркс, а также Производственное-Солнечное. Самое интересное, что светофоры на многих участках новые. Ну то есть их поставили совсем недавно, еще в декабре. В мэрии сказали, что техника не справилась с погодой. Новые светофоры сломал, перепад температуры и мокрый снег. Весь день подрядчик пытался привести агрегаты в чувство, но получалось как-то не очень. У жителей города остался только лишь один вопрос. А зачем вообще меняли регулировщики? Бывшему главе администрации города Кирова Илье Шульгину дали реальный срок лишения свободы. И бывшему директору УДПИ Алексею Шутинову тоже. Суд пересмотрел дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они согласовали поставку некачественных дорожных камер слежения, чем нанесли городу ущерб на 21 миллион рублей. В прошлом году им дали условный срок. А вот сегодня Илью Шульгина приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. А Ишутинова к 1,5 годам также в колонии. Также им запрещено 2 года занимать должности на государственной и муниципальной службе. Приговор в законную силу не вступил, но обоих взяли под стражу в зале суда. Жители города предупреждают, что 1 марта в городе включат сирены. По уличным громкоговорителям, радиостанциям и телеканалам передадут информационное сообщение. Так будут проверять системы оповещения. Кировчанам нужно сохранять спокойствие. Кстати, немало волнений сегодня утром пережили те, кто был в районе гостиницы «Вятка». На Октябрьском проспекте в ряд более пяти пожарно-спасательных машин. Кировчане искали глазами дым или огонь, но не нашли. Это были плановые учения МЧС. В эти выходные кировчане провожали зиму. Отметить масленицу в Порошино собрались тысячи жителей области. Традиционно этот праздник отмечали блинами, хороводами и сожжением чучела. Не обошлось и без старинных забав. Смельчаки стреляли из лука, катались на лошадях и забирались на высокий столб за подарками. В Слободском мужчина решил основательно подойти к выбору подарка. Он сел на верхушку столба и тщательно выбирал приз. Известно, что одним из призов был диван. На автоокзале кировчан также угощали блинами. Маленькие жители города отпраздновали провода зимы на горках. А завершилось все это большое праздничное гуляние настоящим огненным шоу. Вечером в Порошино выступили артисты файер-шоу. Ну и наконец, Киров получил статус новогодней столицы России с 2024 на 2025 год. Это проект Министерства культуры, который направлен на развитие внутреннего туризма в стране. Уже известна концепция. Это будет Васнецовский Новый год. Удивлять гостей города собираются гостеприимством и вятской ярмаркой. Мероприятие будет идти несколько недель. И вот на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город и новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова